Еще раз добрый день, точнее вечер, но у кого-то, правда, день, у кого-то утро, тут у нас собираются люди с разных стран мира, и бывает, что с Америкой у нас 8 часов разницы, но по-любому, значит, хорошего время суток, вот сказать это самое правильное для всех, хорошего время суток, и мы приступаем к нашему занятию, которое покажет, насколько у нас сегодня компьютеризированный бизнес, насколько у нас есть возможности работать по всему миру на удаленке, вот сейчас коронавирус показал, что фирмы, которые могут работать на удаленке, только через доставку, то есть склад и товар через доставку идет потребитель, и фирмы вот в таких ситуациях работают в стандартном режиме. Фирмы, которые не умеют работать на удаленке, они все во время кризиса, пандемии, вот которая была, еще продолжается в каких-то странах, еще неизвестно, что у нас тоже еще раз будет, они не могут работать, и, соответственно, эти бизнесы менее современные, то есть они используют современные технологии, и, видите, даже вирус может привести к закрытию такого бизнеса, но это не касается нас, слава богу. Еще раз скажу, значит, мы будем сегодня разговаривать вот про эти пять сайтов, которые вы видите перед собой. Начну с первого сайта, так сказать, то есть у нас есть сайты, которые первые стоят. Это nvpro.com, nvshop.ru и dutera.coe. Все эти три сайта относятся к системе, внутренне, в системе ЕЕО, или в переводе это Евразия ПРО, то есть система Евразия ПРО. Вот эти три сайта на нее работают, значит, что интересно в этих сайтах. Что касается сайта nvpro.com. Это сайт информационный, то есть на нем сегодня нельзя делать какие-то действия, раньше на нем можно было делать действия, но сейчас все действия перевелись на сайт nvshop.ru, что удобно, все действия делаются на одном сайте. Этот сайт остался как информационный. Что если информационный, мы можем открыть сайт и посмотреть, сейчас вот он загружается, вот этот сайт, где есть новости, есть всякие вебинары, есть рассылка, есть база знаний, то есть вот, скажем, если человек интересует какие-то знания по разной продукции, вот, пожалуйста, есть статьи, есть вебинары, то есть можно выбирать по бизнесу, по корпоративные знания, можно выбирать по продукции, то есть все, что вас интересует. Есть TV здесь, то есть есть много различных видео, большой ассортимент, видите, они идут тоже по разделам, тут 11 видео, тут вот 12, где 13 видео, то есть это информационный сайт, где очень много материалов, и в том числе, как вы видите, видео на русском языке. Это то, что вам, как раз, нужно было знать про этот сайт. То есть на сегодняшний сайт, на деле, на сегодняшний день, этот сайт, как я сказал, он чисто информационный для того, чтобы вы могли получать необходимую информацию. Теперь мы посмотрим, что у нас есть, какие есть у нас другие сайты. Вы видите сайт, да? Демонстрация идет, сайт вы видите. Сейчас мы вернемся, я сейчас вернусь в демонстрации экрана, в другой. Сейчас мы зайдем в другой интернет. Сейчас, секундочку, у нас должен быть открыт интернет, вот сюда мы зайдем. То есть я вам показал информационный сайт. Теперь посмотрим сайт, который, как я его называл, мы можем отсюда на него зайти, вот это был информационный сайт, мы заходим на сайт второй, не информационный, так скажем, а на котором мы можем делать различные действия. Он называется nweshop.ru, ну, в начале презентации вы все видели, да, крупными буквами, то есть это второй сайт. На этом сайте есть две опции, нам необходимые. Здесь есть личный кабинет, и здесь есть, ну, личный кабинет, виртуальный офис и возможности регистрации, и здесь есть, так называемый, ваш интернет-магазин. Для кого этот интернет-магазин? Этот интернет-магазин для стран высшего Советского Союза, не включая Россию. То есть для России будет отдельный сайт, в России Дутера официально открытая, пока не открытые официально страны, ну, где можно работать, пользоваться продукцией Дутера, покупать, и все будет функционировать, как все будет переноситься в компанию, в компьютер-компанию, и это, значит, Казахстан, Узбекистан, там, Армения, Азербайджан, Грузия, могут перечислять очень много. Но мы сейчас их увидим при регистрации. Стран, с которыми мы можем работать с этим сайтом. И еще плюс Израиль. Сейчас я вот тут сделаю выход. Тут у меня есть кто-то, кто вошел. Сейчас мы сделаем выйти. Вот, вышли. Значит, что в этом сайте есть? Первое, чтобы использовать интернет-магазин. Вот видите, тут есть интернет-магазин, прайс-лист, акции, личный кабинет и про клуб Евразия. Первым делом, предположим, человек хочет кого-то зарегистрировать. Как я сказал, на рынках бывшего Советского Союза, кроме России, или в Израиле. Есть две опции. Первая опция простая. Видите, здесь есть слово регистрация. Наверху, если вы посмотрите, есть слово регистрация. Если я нажму на слово регистрация, вот я нажал на это слово, у меня открывается бланк, где написано заполнить только латинскими буквами, и пошло, значит, что нужно заполнить. Поскольку я со своего компьютера, он меня запомнил, видите, он сразу поставил мой номер дистрибьютора. Это первое. Первое, что вы можете тут писать свой номер, какой вы захотите. Первая строчка остается свободной. Человеку присвоят временный номер, и вы здесь заполняете свой номер дистрибьютора. Номер спонсора необязательно, если вы не указали, то он повторит как рекрутера. Дальше выбрать язык, фамилия, имя, отчество необязательно, дата рождения, имейл, телефон, страна. Страна России стоит по умолчанию, но вы можете нажать здесь на стрелочку, и видите, появился Израиль, Грузия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Латвия, Черногория, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Киргизия, Канада, Эстония. Вот эти страны, которые здесь указаны, вы можете выбрать, так сказать, для регистрации. Достаточно обширный список стран, где вы можете человека зарегистрировать вот по этому бланку. Теперь я хочу сказать, что, предположим, не вы сами регистрируетесь, а вы хотите кому-то послать, чтобы человек зарегистрировался. Он говорит, да, мне интересно, вышли мне ссылку, я там зарегистрируюсь и что-нибудь куплю в интернет-магазине вашем. Тогда это идет разговор как? Вам надо, значит, войти в сайт, чтобы взять свою ссылку реферальную. Вот сейчас я делаю это, я вхожу к себе. Вот мой номер, я ввожу пароль. Потому что я уже зарегистрирован на этом сайте. Кто не зарегистрировал на этом сайте, он начнет, должен зарегистрироваться. И здесь у меня есть, когда открывается, он как бы открывает страничку такую домашнюю. Здесь у меня есть покупки. И здесь у меня сразу есть ссылки для новых участников. Вот моя ссылка, реферальная ссылка на регистрацию. Вот она стоит. И видите, здесь стоит слово скопировать. То есть, никто не умеет копировать, ничего не надо копировать, надо просто нажать. Нажать на слово скопировать. И он скопировал. Скопировал эту ссылку. Теперь, если я кому-то эту ссылку пошлю по интернету, то она вот сюда войдет. Вот сюда она встанется в браузер, когда человек нажмет эту ссылку. И по этой ссылке также откроется регистрация. Вот она автоматически открывается. И опять автоматически я являюсь рекрутером. Вот он уже записан. То есть, человек у меня, если щелкнул на ссылку, он автоматически будет регистрироваться под вами. Поэтому всегда, если вы посылаете, вы не посылаете ему слово, где найти регистрацию и свой номер. Не дай бог, он что-то перепутает и случайно забудет этот номер. Или одну цифру поставит неправильно. Вы ему лучше посылите вот эту ссылку. Я вам показал, где ее брать. Очень просто. Вы просто делаете вход на сайт, набираете свой номер и пароль. И вам открывается страница, где на ней будет ваша ссылка указана. И вы ее просто копируете и посылаете человеку. И это очень-очень просто. Дальше человек заполняет бланк. Ему не надо указывать здесь спонсора, потому что, видите, здесь не обязательно. Обязательно только на автомате стоит язык русский. Если человеку куда-то посылаете, русский не знает, там, Латвию, то можно сделать, что будет по умолчанию английский. Вот так английский язык. То есть, не забывайте. Дальше идет, как написано, заполнять английскими буквами. Идет фамилия, имя, отчество не обязательно, дата рождения, имейл, телефон. Вот телефон вам, коды стран тоже указаны. Если вы не знаете код, то же с кодом. Вот Казахстан. Вот вам плюс 972 – это Израиль. То есть, вам коды указывают. Вот если человек вам прислал без кода, ну, просите, чтобы с кодом. Потому что, естественно, это международный бизнес, и нужно, чтобы телефон стоял с кодом. Чтобы и фирма могла связаться, и вы. Но коды заложены уже в программе, вы их можете посмотреть. Как я сказал, на автомате стоит Россия. Вы можете выбрать страну, какую вы выбираете. Потому что Россия как раз не подходит на сегодняшний день. А Израиль, пожалуйста, если вы хотите в Израиле кого-то зарегистрировать. Дальше идет город. Обязательно почтовый индекс. Видите, тут стоят маленькие красные звездочки. Это то, что обязательно. Улица, дом, квартира. Пароль два раза. Пароль два раза. Почему? Потому что, чтобы вы не ошиблись, точно запомнили. И если вы что-то ошиблись при заполнении пароля, то пароли не совпадут. Значит, надо будет заново, чтобы пароль был нужным. Теперь, когда вы заполняете пароль, да, даете данные пароля. Я вам советую сделать пароль, потому что удобно, чтобы у человека был, потом он будет еще регистрироваться в самой Дутере, в личном кабинете Дутеры, а это Евразия. Чтобы пароль совпадал, а у компании Дутера, у компании Дутера, есть требования к паролю. Требования к паролю такие. Можете записать. Там обязательно должна быть, во-первых, английские буквы. Причем одна должна быть большая, одна маленькая. Обязательно присутствует. Одна английская большая, одна маленькая. Там обязательно должна присутствовать цифра, хотя бы одна цифра. И количество знаков должно быть не меньше 8. Поэтому, когда вы делаете пароль здесь, очень удобно, чтобы он потом совпадал с паролем, который вы будете делать в самой Дутере, чтобы вам не путаться, где вы какой пароль дали. Сделайте уже пароль здесь, как я сказал, чтобы обязательно было не меньше 8 символов, чтобы обязательно присутствовала одна английская большая буква заглавная, одна маленькая и минимум одна цифра. Все. И регистрация прошла. После того, как у человека есть регистрация, в зависимости, где он живет, если в странах высшего Советского Союза, за исключением России и Украины, я скажу, почему Украины, за исключением России и Украины, предположим, он живет в Казахстане. То он, значит, вот кабинет, который ему нужен, ее Руссия, вот Россия, он делает заказ, и там в заказе будет указано, что он может сделать доставку на Казахстан. Это очень-очень важно. Как это выглядит? Я вот сейчас, предположим, зашел, как я, Игорь. То есть я сделал, помните, там номер, пароль, зашел. Предположим, я зарегистрировал человека, и я перехожу в интернет-магазин. В эфирные масла. И мне нужно, вот, пятигрей, я оставлю купить, он мне показывает одну штуку, можно сделать две, пять, можно вернуть, что это там, три. Я кладу, что-то у меня в корзине лежало до этого, то есть я кладу, что хочу в корзину, просто таким образом, вот, у меня лежал один мандарин, я добавляю второй. Вот, то есть как я только открыл, чтобы я знал, что я это уже положил, он у меня стоит, я здесь вижу, прямо, что это я уже покупал. И сколько, какое количество. После этого я открываю корзину. У меня стоят баночки, то, что я набрал в корзину, цены, количество. Тут же количество, если я перебрал, и смотрю, очень дорого, и мне столько не надо, я могу здесь на месте убирать. Очень удобно, вот я взял, убрал две баночки, сейчас пересчитаю, да, позиции. Здесь я тоже возьму, беру, сделаю одну. Вот, видите, тут же сумма меняется, склад EO, Россия. Дальше стоит мой e-mail, пишется фамилия, имя, телефон я должен заполнить. Доставка. Вот вам идет доставка курьерская почта Казахстан, оплачивается курьеру по факту, доставка курьера Белоруссия, да, фиксированная там. То есть, опять же, здесь есть Белоруссия, то есть здесь вы можете почту России взять, у вас здесь есть доставка, у вас здесь выбрать, какую вы доставку захотите, по какой цене, цена указана. По странам СНД. Способ оплаты. Оплата банковской картой, оплата курьеру при получении заказа, то есть это и бывают такие, и перевод денежных средств. Это перевод денежных средств, это имеется в виду банковский перевод. То есть не путайте, перевод денежных средств, это не с вашего счета внутреннего Дутеры. Перевод денежных средств, это имеется в виду банковский перевод. Вот. Вот, и вы тут подробную информацию на сайте интернет-магазина в разделе «Способы оплаты» найдете, куда переводить. То есть к банковской карте, курьеру и так. Плюс ко всему, предположим, я положил заказ, вот лежит заказ, и у меня есть деньги на счету, бонусы. Вот. Можно нажать и списать бонусы. Когда заказ обнулится, вы заплатили бонусы. То есть как оплатить свой заказ бонусами? Очень просто. Вы видите, сколько у вас на счету есть бонусов, видите стоимость заказа. Если вы хотите не платить карточкой, положим, это ваш заказ, вы можете оплатить бонусами сто процентов. Если это не вы, кому-то заказываете по чьей-то карточкой, значит, вы, может быть, делаете оплату банковской картой. И он вас перейдет к банковской карте. Как это выглядит? Ну, мне сейчас надо заполнить фамилией, имя, телефон, иначе он мне не даст. Выбрать способ доставки. Вот я сейчас сделаю это. И тогда я буду увидеть, как это перейдет, если этот сам. Я пишу. Вернир. Игорь. Телефон. Плюс 972. Выбираю там доставка. Предположим, меня интересует вот это вот. Какая вот. В Беларуси за 480 рублей, да, курьером, чтобы у меня голова не болела. Принесли на дом. То есть я оставлю способ доставки. Сейчас доставка вошла в индекс. Теперь, раз у меня есть способ доставки, мне надо указать населенный пункт, индекс там. Видите, появилось, да, куда? Квартира, офис. То есть я должен точный адрес указать. Потом я должен указать способ оплаты. Да, вот, скажем, банковская карта. К примеру, да. Я могу здесь написать комментарий. Предположим, что товар отдать, да. Я могу прямо словами написать, что я заказываю, да, но товар отдать Пушкину Александру. То есть это тоже будет как бы информация, если я не смогу получить, то есть адрес я указываю и пишу, кому отдать. И вот после всего, как я это все оформил, да, я нажимаю оформить заказ. Если я указал банк в свою карту, то у меня выйдет следующим моментом оплатка, где я должен буду внести банковские данные. Если списать с бонусов, то сразу будет оплата сделана. Если денежный перевод, опять же, я должен, заказ зависит, будешь ждать денежный перевод. То есть все достаточно просто. Очень простой интернет-магазин, где вы можете, я еще раз говорю, выбирать коллекции продуктов, предположим, да, можете нажать и идти по коллекциям. То есть коллекция ДиБлю, коллекция Дыхания, коллекция Ангар. То есть у вас есть тут же описание товара в том числе. То есть если вы берете, скажем, вот я очень люблю, да, предкой мой ангар, то вы, вот вам и есть цена. Вы видите, что у вас есть скидка, то есть не 2049, а 1536, потому что мы сделали вход, да, и у вас скидка. Есть описание продукта. И что он в наличии. Все, что касается интернет-магазина, вы поняли. Все, что касается регистрации человека, вы поняли. Теперь, если человек зарегистрировался, да, почему я сказал, не Россия и не Украина. Не Россия, потому что в России есть официальная компания Дутера, есть сайт российский, на котором также есть интернет-магазин, там другая регистрация, вы регистрируете сразу, здесь временный номер получаете, потом основной, там сразу основной, и покупаете в России. Теперь с России, с Москвы нельзя сегодня поставлять продукцию на Украину, потому что отношения между странами такие напряженные, что практически граница закрыта. Поэтому все страны бывшего Советского Союза с Россией обслуживаются спокойно. А вот если что касается Украины, вам надо просто переключить вот здесь магазин. Вы здесь видите, стоит ее руку. Вы можете нажать, у вас открывается набор, и здесь вы можете выбрать Киев или Одессу, в зависимости, какой склад вам ближе. Положим Киев. Вот сейчас все переключилось. Видите, цены стали в долларах, только что были в рублях. Они в долларах, не в гривнях. Ну, в Украине, видимо, это разрешено. В России надо обязательно, чтобы ставились рубли. Тем более, что раз это разные страны, Казахстан, Белоруссия, так людям понятно. В общем, что в рублях приблизительно они знают. Здесь, значит, в долларах, опять же, это же продукт, и, пожалуйста, и вы сейчас уже делаете закупку с киевского склада. Может быть, та же самая покупка. Можете положить товар. Единственное, что видите, корзина обнулилась. Почему обнулилась? Я же на складе в России клал в корзину, а это другой склад. Может, у него там не совпадает наличие. Поэтому она обнуляется, заново, если вы делаете на Украине, это как бы заново надо все положить в корзину. Ну, в принципе, тот же самый магазин, тот же самый принцип, те же эфирные масла, только цена в долларах, а также ничего не меняется. Вы открываете, ставите плюсики-минусики, вот положили в корзину. Два продукта уже есть. И также закрываете заказ. Это что касается интернет-магазинов. Россия, Украина и Россия обслуживают все страны Высшего Советского Союза. Теперь, что касается Израиля. Помните, был третий сайт? dutera.co.al Израиль. Зайдем на этот сайт. Вот. dutera.co.al Здесь у вас также есть интернет-магазин. Вы делаете также вход. Помните, мы делали вход на том сайте? Вот. Тут здесь тоже войти. Он также просит номер и пароль. То есть у человека есть номер и пароль. Если он зарегистрировался только что, или он уже давно в компании, тоже есть номер и пароль. Он набирает свой номер. Набирает свой пароль. То есть пароль тот же самый, что был, и он не меняется. пароль. Войти. Сейчас он думает. Вот он пишет. Игорь Левнер, вы вошли. И также все. Вот продукция, коллекция, эфирные масла, одиночные. я также могу кладь все в корзину, он немножко по-другому, но в любом случае кладешь в корзину и закрываешь заказ, то есть интернет-магазин Израиля. Кстати, тут ничего не поменялось, поэтому вы также как раньше заказываете по номеру и паролю, дальше кладете в корзину, дальше закрываете заказ. Где изменения? Значит, где изменения есть, это вот здесь. Здесь произошли какие-то изменения, что касается интернет-магазина, он немножко стал иметь другую форму, вот я вам только что показал, но в принципе он достаточно простой, когда вы заходите, главное, чтобы вы видели, что вы сейчас в интернет-магазине. Видите, тут все черными, а здесь такой фиолетовый цвет, то есть здесь фиолетовый цвет в интернет-магазине и он вам показывает, что можно купить. Вам нужен прайс-лист, сейчас спрашивают, прайс-лист в России, да, в EO, например, вот вы открываете прайс-лист. И вы здесь смотрите сразу цены, да, баллы. Мы сейчас находимся в интернет-магазине Украины, кстати, мы не переключились, да, Украины, но неважно. И купить, то есть вы можете через покупать, класть в корзинку через это самое, через прайс-лист в том числе. И баллы получите, и цены у вас стоят уже дистрибьюторские. Сейчас я переключу на Россию, чтобы в России также все это работает, только цены будут в рублях. Вот, цены в рублях, баллы, цены, количество. Количество здесь вы можете менять, делать. Вот, видите, тут стрелочки такие появляются, когда я ставлю, вы можете вверх-вниз тоже играться, количество. И купить. Это еще одна опция через прайс-лист. То есть здесь вы сразу видите цены и баллы. Ну, акции, это понятно, это промо-акции. То есть у вас сегодня есть промо-акции неплохие, да, по всему миру, в том числе вот в ЕО, да, которые для стран бывшего Советского Союза. Вот стоят ваши промо-акции. И дальше есть личный кабинет. Вот, давайте. Личный кабинет состоит. Главная страница, история заказов, личный счет, редактированные данные, изменить пароль, реферальная программа, перевод средств. Перевод средств – это когда нужно переводить к бонусу. У вас есть бонус там с одного дистрибьютора на другую. То есть это находится сейчас везде. Вот здесь все, личный кабинет. Ваш личный кабинет сейчас вот здесь находится. То есть перевод средств – это сейчас вы увидите. Это есть только в системе ЕО. У вас работает сейчас… сейчас думает. Загружается. Почему-то думает долго. Наверное, устал. Вот. Здесь вы указываете получателя. Номер, ID, только номер. Сумму перевода. Здесь он вам пишет, сколько у вас есть бонусов в долларах, так сказать, на личном кабинете, сколько вы можете перевести. комментарий продолжить. Все. Перевод сделан. Очень просто. И вам перед переводом он еще покажет имя, фамилию. Может, вы не хотите не туда. Вы ошиблись. Вот я, к примеру, сейчас напишу своего брата. Даже если он случайно сработает, ничего страшного. С родного брата я всегда денежки заберу. Вот я набираю. Сумма перевода, предположим, 100 долларов. Комментарий делать не будем. Да? Вот я набрал. Продолжить. Вот. Получатель. Лернер я. Мой брат. Сумма 100 долларов. То есть, если я вижу, что получатель… То есть, все я правильно случайно не послал на деревню дедушки и не ошибся в номер, я говорю выполнить операцию. или отменить операцию, если я не хочу переводить. Да? Эту операцию пока отменим. Что еще есть интересного в личном кабинете, да? Давайте посмотрим главную страницу. главную страницу личного кабинета. В принципе, мы ее видели, да? История заказов тоже видели. Помните? Вот история заказов. То есть, вы всегда видите, что вы заказывали. Можете посмотреть любой заказ. То есть, он бывает, что заказал, потом опять заказывает, он не помнит, что он заказал, он заходит в историю заказов, открывает заказ, который он сделал. Это очень удобно, да? Вот я сделал что-то там, оплачен там. Вот я могу попробовать посмотреть заказ. Вот и мой заказ, да? И я вижу, чего там заказано было. Там была заказана вот литература определенная. То есть, очень все очень достаточно удобно. Редактировать данные в том числе вы можете, да? То есть, есть данные, вдруг у вас что-то поменялся, телефон или что-то, вы можете здесь сделать редакцию и сохранить изменения. Потому что вы находитесь в своем кабинете. Ну, изменить пароль тоже понятно. Только часто не меняйте пароль, не запутайтесь. И если вы не знаете пароль, то есть опция «Забыл пароль» и вам пришлют на почту возможность, на ту почту, что вы указали при регистрации, возможность поменять пароль. Так что тоже не пугайтесь, если вы ее забыли, просто ставьте «Забыл пароль». Реферальная программа дает вам ссылки, да, как я уже вам говорил. И она показывает, какие ссылки вы копировали и какие по ним были переходы по этой ссылке. Вот видите, она вам показывает, как работает ваша реферальная программа. То есть, когда вы брали, когда я брал ссылку, видите, одну и ту же посылал, в какое время он запоминает и он смотрит, какие были переходы. Это вам для отчетности. Чтобы вы видели, насколько какая ссылка, вы помните, когда вы ее взяли, когда вы ее поставили и какая ссылка работает, где работает, где не работает. Это вам такая информационная поддержка. То есть, вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать про личный кабинет, который вот сейчас поменялся. Вот это, кстати, которое сразу открывалось, помните, первая страничка, это и есть главная страничка личного кабинета. Когда вы заходите просто в IT, он вам открывает главную страницу личного кабинета. где у вас есть покупки минимально, есть сколько у вас денег сейчас в данный момент на счету на фирме, есть ссылки сразу реферальные, есть, что вы можете сделать, подписки. То есть, главная страничка, она, как говорится, копирует предыдущие, то есть, вам дают информацию, которая есть уже более подробно на каждой странице. Чаще всего, как говорится, главной страницей вы будете пользоваться. Главной страницей это личного кабинета и интернет-магазина. Вот две вещи, которые и переключение интернет-магазина, если вам надо Россия, Украина или вам нужен Израиль. То есть, три магазина, которые вы можете использовать с этой регистрацией. Магазины, я говорю, там Украина, Россия, которая обслуживает большое количество стран, и Израиль, которая обслуживает только Израиль. Все довольно просто. То есть, если вы вот это видео записанное послушаете, сразу вы поймете, что все гениально и просто. Надо просто знать, на каких сайтах что находится. И как делать просто обычную покупку в интернет-магазин. И это все, что я сейчас говорил, касалось ЕЕО. Системы ЕЕО. Помимо этого, есть система сайтов Дутеры. Ну, раз мы сейчас уже говорили про Россию, так мы сейчас сразу же сделаем... Возьмем сайт Дутера Россия. Вот здесь сайт Дутера Россия. Здесь тоже, кстати, на этом сайте есть информация о продукции. И вот, пожалуйста, видите, идет эта информация. Там масла такие и такие. То есть, вы можете любое масло открыть. Вот это на компонентные масла. И посмотреть, что такое бергамот. Вот его как бы цена. Здесь вы можете покупать в России и в Америке. OTG – это Россия. По России. НФР – это Америка с доставкой в Россию. И есть описание продукта. Поэтому, когда я вас спрашиваю у человека, а что, чего, как, пожалуйста, можете скопировать здесь себе описание продукта. С применением совсем и отправить человека. Или отправить ему всю эту страницу, если у вас близких сказали, что не покупай. Потому что цены тут, видишь, есть розничные и оптовые. Я тебе обеспечу оптовые цены. То есть, я тебе сейчас в клубе сделаю. Иначе тебе магазин будет продавать по розничной. То есть, не надо сейчас делать покупки. Купить сейчас не надо, потому что это будет розничная цена. Вот. Если сделать вход, тогда другое дело. Но вход, и для этого нужна регистрация. Теперь, что здесь очень важно. Есть такое понятие консультанты. Тут не просто консультанты. Здесь есть инструменты дутера. Литература, материалы, формы. Особенно в материалах есть очень много. Есть бизнес-план. Есть как сила трех строится. То, что я вас заставлю изучать на курсе. То есть, вы знаете, что я делаю курс по бизнесу. Он открывается 6 июля. Я вам буду делать ссылки, будут домашние задания. Вы все эти материалы будете изучать. Под моим, как говорится, надзором. Потому что многие вещи, которые я буду преподавать на курсе, я не буду преподавать, скажем, изучать план, маркетинг-план. Потому что он стоит. Вот он, как маркетинг-план. Вы сможете открыть и почитать, кто, чего, как, какие проценты в глубину, по уровню и в зависимости от чего. Что-то непонятно. Можно будет написать группу WhatsApp, тебе объяснять. Но, в принципе, не задача курса моего, то, что можно стоит в компании официальной дутера в интернете и просто показать, где это стоит. А лучше научить людей, как работать практически, как уже делать бизнес. С этой информацией, которую человек может без меня спокойно изучить. И понятно, что тут проценты, проценты, сто процентов от нуля равно нулю. То есть процентов о доходах не говорят. Поэтому, как делать доходы, как делать объемы, это я буду учить на курсе. Пока я вам просто показываю, что у вас все компьютеризировано, все есть. Все необходимое для вашей работы. Оно как бы присутствует. Также есть, скажем, если человек в России регистрируется, и там форма более сложная, значительно более сложная, чем вот сейчас я вам показывал в видео. Поэтому есть, например, здесь руководство, как регистрировать. то есть регистрация нового консультанта. То есть я могу открыть вам это самое. И вот здесь есть слайды, которые объясняют все, куда, как, начинать, начиная с региона. Хотя это не надо, потому что вы пошлете им сразу регион. То есть вам, скорее всего, нужно будет начинать вот с этого слайда откроется. Если вы сделаете, я вас научу регистрационные ссылки делать, такие реферальные, то будет открываться вот с этого слайда, с четвертого. И дальше уже человек может по слайдам регистрироваться. Вот тут все хорошо, подробно объяснено. То есть вы сможете тоже походить. Кто хочет подписывать людей в России, скажем, и еще не умеет это делать, прямо в Дутеру, то он может открыть, как я вам показал, сайт, изучить инструкцию по регистрации. И посылать еще своему человеку тоже. То есть реферальную ссылку, чтобы он регистрировался под вас. Эта ссылка стоит на, делается на MyDutera. То есть это не та ссылка, которую я вам показал сейчас. То есть это не система EO, это, кажется, другая система. Но, еще я говорю, также есть возможность регистрировать людей. Что я еще хочу показать на этом сайте. Кондочку на этом сайте. Вот на этом российский сайт. Вы его тоже запомнили, он стоял в этом сном. Здесь есть вход. Видите, вход. Для того, чтобы сайт знал, что это от вас. То есть вход сразу вас попросит, на сайт MyDutera перевезет. Вот сейчас, секундочку. Так, ну он вошел ко мне. Тоже, как говорится, хорошо. Он тут мне сразу, как говорится, открыл. Сейчас, уже раз он меня открыл, я вам сейчас покажу интересную вещь. Это уже я в личном кабинете, более продвинутым. Как я сказал, что каждый потом зарегистрируется в личный кабинет, который в самом MyDutera. Он значительно более продвинутый, там большие опции. У вас будет тот и тот интернет. Вот что я хотел показать, что интересно я могу здесь видеть. Первым делом я могу видеть, сколько людей регистрируется. Вот помесячно. Вот в четвертом месяце было зарегистрировано подо мной 103 новых человека. Мы перестраивались в работу на удаленке, работы по, вы помните, да? В марте начали, как говорится, коронавирус. Встречи такие живые закончились. Мы начали переходить на комнату Zoom, на обучение в комнате Zoom. И вот там было 103. Это даже было чуть больше. Ну, а вот в пятом месяце, который прошел май. Кстати, у меня рекордные подписания. В мае все работало вот через, как я вам показал, регистрировалось по сайтам, работало на удаленке. И вы видите, 205 человек, 205 человек, у меня вот первый месяц еще больше 200 человек, за месяц зашли новых в организацию. И организация у меня 3200 тысяч человек. Вот здесь вот видно, вот моя организация. Сейчас, кстати, сегодня у нас 9 число, вот видно 49 человек. Ну и объемы покупок. Это не доллары, это так называемые PV. Персональный volume. Если переводить доллары, надо умножить где-то одно PV приблизительно на 1.25 долларов. Где-то на 25% больше. Там уже есть СДС и прочие там расходы. Поэтому можно увидеть, что если я 178 умножить на 1.25, будет значительно больше, чем 200 тысяч долларов за месяц. Это при наличии, что вы знаете, весь май практически все не очень работало. И в России, и в Израиле, поскольку коронавирус. При этом это, видите, никак не отразилось. У меня даже рекордные подписания. О чем это говорит? О том, что... И, кстати, я могу видеть по странам. По странам. Сейчас, конечно, я вижу не такие большие объемы, потому что это я вижу последний месяц. Месяц шестой. Я могу переключить на месяц пятый. На месяц пятый. Это вы все тоже можете делать в своем личном кабинете Майдутера, когда вы заходите. То есть все, что ваша организация представляет, сколько у вас людей подписывается. Все это вы видите хорошо. Вот видите, это я смотрю по странам. Видите, закупки по странам. Вот тут США, видите, 72 человека выкупили там. То есть в долларах это больше, но в PV это 6791. В России 476 человек 24000. Израиль, понятно, больше всего. Я живу в Израиле, работаю в Израиле. У меня тут 1833 человека. Купили на 110, ну почти на 111. Вы видите, сколько стран. Причем есть страны, где много покупается. Даже в Болгарии у меня 27 человек. Вот так. Это Австрия, 74 балла. То есть это международный бизнес. У вас все, компания, компьютерная программа, как говорится, полностью-полностью ваш бизнес контролирует. То есть вот рамп премьер и выше, премьер это такой серьезный рамп и выше. У меня 47 человек. То есть уже лидеров. Я могу даже увидеть, какие они есть. Бриллиантов у меня в компании нет. Но у меня есть уже один платин. У меня есть три Гольда. У меня есть десять серебряных дистрибьюторов. из которых, раз, два, три, четыре, три я лично рекрутировал. То есть я лично рекрутировал одного платина и три серебра. Я являюсь рекрутером. То есть я привел в компанию. То есть премьера в 33 человека. То есть все это, видите, какую статичку вы все видите. То есть я вот открываю курс. Я хочу сказать, курс 6 июля. Все, кто хотят заняться бизнесом компании Дутера, я научу, как это все делается. Видите, у меня очень хорошо получается. И я на самом деле хорошо обучаю. Поэтому мои люди добиваются результатов. Те, кто меня слушает, кто проходит мое обучение. Оно очень несложное. Я работаю по принципу, будь проще людей к тебе потянутся. То есть не нужно быть ароматерапевтом. Не нужно знать просто товар, как говорится, от зубов. Почему? Потому что я вам показал, на сайте все стоит. И по любому товару вы откроете моментальную информацию. То есть надо знать, пользоваться справочной информацией. Невозможно знать все. Нужно знать, где это найти. По бизнесу надо тоже знать, конечно, маркетинг-план. Это проще, он не такой большой. Это не ассортимент, как в компании Дутера, по эфирным мостам и смесям. Но все равно всегда можно посмотреть. И главное, надо знать, чего делать. И главное, надо уметь пользоваться интернетом. Причем, я говорю, видите, я нажимаю на кнопочки. Я не программист. И, в общем, от программы очень далек. Я просто как пользователь. Программы очень удобные. Любой из вас может зайти. Сейчас я выйду из своего кабинета. Вот я вышел из своего кабинета. И вот здесь вы набираете свой номер и пароль. Вы можете зайти. Если человек ни разу еще не открывал кабинет Майдутера, так скажем, он зарегистрировался в ЕО, получил временный номер, потом его прислали постоянный, но пароля у него нет. Помните, я вам говорил, сделайте такой же пароль, как будет в дальнейшем. Вы можете вот здесь нажать «Забыли пароль». Вот здесь нажимается «Забыли пароль». И вам на почту… Ну, забыли, потому что вы его еще не делали. Вы тут ни разу не регистрировались. Вы просто получили номер временный, а потом постоянный. Вы поэтому ставите «Забыли пароль». Он вам присылает на почту возможность сделать пароль. И потом уже пароль по номеру, который у вас есть и паролю, вы заходите к себе. То есть как это выглядит? Вы ставите номер какой-то, да, свой, который вы получили в дутере. Нажимаете «Забыли пароль». Он вам говорит «Все, отлично». Напишите ваш ID или email. Вы пишите ваш ID или email и посылаете. Все. После чего вы делаете там пароль, и он его запоминает, и вы заходите в email. Вот все, что вы должны знать на сегодняшний день для того, чтобы заказывать… Да, те, кто в Израиле живут и хотят заказывать в Англии, да, зарегистрированы они в ЕИО. Они могут это спросить у своих наставников. Много раз в группе писалось, можно ко мне обратиться. Есть бесплатная линия, она начинается с 03. Просто бесплатная линия технической поддержки, к которой вы просто звоните. Там говорят на русском, на английском, на еврите, на всех языках, на которых вы можете знать в Израиле. И вам сделают заказ. Посылка идет из Англии где-то 3-4 дня. Это из ассортимента, которого у нас нет в наличии. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что информация, которую я вам сегодня дал, поделился, была вам полезна. В любом случае, все, что я сейчас рассказал вам, это записано, как говорится, и будет выставлено в YouTube. И вы сможете всей этой информацией, в принципе, воспользоваться для своей работы. Главное еще раз запомнить вот те сайты, которые я вам показал, и понять, что личный кабинет, он находится на nweshop.ru. То есть, еще раз я вам хочу показать вот этот вот основной для вас, где у вас идет регистрация и покупки для стран бывшего Советского Союза. Я вам сейчас открою вот этот сайт. Интернет-магазин. Вот ваш сайт. nweshop.ru Видите, здесь регистрация и активизация. Активизация это значит вход, это регистрация. Здесь также вы видите войти, зарегистрироваться. Ну что, я считаю, что наше занятие было успешным. Я желаю вам всем успехов. пользоваться интернетом, полазить по тем сайтам, которые я вам показал, посмотреть, как можно использовать информацию, где какую информацию найти. Сайты я вам указал в самом начале. Вы их могли сфотографировать или нет, подождитесь видео. И желаю всем успехов в нашем бизнесе. Кто заинтересовался именно бизнесом, не просто пользоваться для себя продукцией компании Дутера, что тоже очень хорошо, просто пользоваться для себя любимого. Ну кто, скажем, не эгоист и считает, что для себя любимого это хорошо, а как же друзья, близкие, знакомые, родственники. С ними же надо поделиться информацией. Так вот, как делиться этой информацией и как таким образом получать эту продукцию бесплатно или же получать дополнительный доход или получить большой красивый бизнес, как я вам показал, с большими объемами, с шикарными доходами, которые работают по всему миру. То есть у вас потенциал рынка не ограничен, а когда потенциал рынка не ограничен, то заработки не ограничены, понимаете, да? Потому что когда у человека маленький свой бизнес, там не важно что он, там прихмахерская, он косметолог, какой-то небольшой магазинчик, то потенциал рынка это какой-то диаметр вокруг этой точки, где люди могут до него добраться. Здесь у вас потенциал, это гигантские страны, если вы работаете на русском языке, даже не зная других языков, это не значит, что у вас не будут потом появляться люди, которые русский язык не знают, других странах, которые будут покупать эту продукцию. И вы их тоже будете получать. Еще раз спасибо за внимание. Я желаю всем больших-больших успехов. И еще раз очень советую зарегистрироваться и пойти на мой курс, который откроется 6 июля. То есть это я научу вас, как строить большую успешную организацию. Я это очень хорошо умею. Я это делал в двух фирмах, то есть в одной фирме это была компания New Ways, может быть, кто-то из них слышал. Я в ней работал практически 20 лет, я создал организацию практически в 7 тысяч человек. У меня были чеки по 45 тысяч шекелей в месяц. То есть, ну, если кто-то шеки не понимает, это надо умножить на 20, перейдет в рубли, сколько в рублях. И это было еще давно, тогда это были достаточно большие деньги, чем сейчас. Сейчас у меня тоже, как я вам показал, еще нету трех лет, что я работаю, у меня уже организация 3200 человек с шикарными объемами, работающие по всему миру. И, соответственно, кто работает со мной, это же не моя организация, это, конечно, людей, которые со мной сотрудничают, то есть я им помогаю выстраивать такие организации. Все это я легко обучу на курсе, который откроется 6 июля. Обратитесь к вашим наставникам, они вам расскажут, как на этот курс записаться. Для своей организации, кстати, для своей организации этот курс бесплатный. Для параллельных веток я тоже пускаю, почему нет, но курс стоит 150 долларов. 150 долларов, но для всей моей организации этот курс бесплатный. Спасибо за внимание и встретимся на курсе.